МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Театру и культуре впечатления, которые остаются с нами на всю жизнь. Кстати, освоить куклу и стать актером кукольного театра может далеко не каждый. Но столь редкую специальность в Республиканском колледже культуры и искусств студентов набирают всего раз в 4 года. Кто и как оживляет кукол? Подробности об этом в нашем материале. Дядюшка жираф! А почему листья вкусные? Ну, мой милый! Уж этого-то не знать! Антон Баринов держит куклу-жирафа уже очень уверенно. Стать актером и овладеть мастерством работы с куклой для него не просто мечта, а реальность. Сейчас Антон учится на последнем курсе колледжа культуры и искусств по специальности актер кукольного театра. Это интересно. Это не только на сцене живым планом играешь. И для детей, конечно же, это все равно радость приносить. На специальность актер кукольного театра абитурентов набирают раз в 4 года. Это второй курс обучения. Студенты, как правило, уже в 19 лет не понаслышке знают, что такое освоить куклу. Они говорят, к каждой из них обязательно нужно привыкнуть. Примерить на себя роль, например, лисы, кота или муравья не так-то легко. У каждого героя свои черты, свой характер и нрав. И передать их маленьким зрителям – главная задача актеров. Тогда в ход идет и голос, и пластика. Актер должен смотреть на масочку. И у нас, так говорят, попадает в масочку или не попадает в масочку голосок. То есть, если там определенная такая скульптура художником сделана, что какая-то хитренькая, носик длинный, там губки тоненькие, то естественно. И актер начинает говорить, вот голосовая характеристика уже совершенно другая. А если у него толстые губы, толстые щеки, то этот герой начинает говорить совсем по-другому. Четыре года именно столько времени уходит на то, чтобы студент стал профессиональным актером театра кукол. На первом году обучения он, как правило, занимается только пластикой рук. На второй год работает непосредственно с куклами. И только на третьем курсе дело доходит до создания самой куклы. Востребованность большая, потому что театр требует обновления, смена поколений, смена состава. Поэтому такой вот прием у нас идет раз в четыре года. Вот он правомерен. И большинство наших выпускников работает сейчас уже в театре кукол. Впрочем, студентам предстоит научиться многому. Например, управлять марионетками. Это самые старинные и сложные куклы. Здесь с помощью нитей даже пальцы марионетки приводятся в движение. А вот вести тростевую куклу помогает специальная длинная ручка – гапит. Благодаря ей современные театральные куклы могут прыгать и даже кружиться. Все это, естественно, требует от актера не только профессионального мастерства, но и пластичности. Антон и его однокурсники уже этим летом получат диплом. О том, что у них будет работа и немало, уверены точно. Поскольку в Йошкар-Оле достраивается новое здание Республиканского театра кукол. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok